Парад Победы Бессмертный полк. Здесь все стали наравне. Фронтовики и тыловики, рядовые генералы. Вне зависимости от рода войск и звезд на погонах, все они сегодня награждены высшим званием. Званием героя. Портрет каждого бойца бессмертного полка бережно несут дети и внуки. Это мой прадед Таштанов Мурзалы. Призом был на эту войну. 1904 года рождения. Героический погиб 7 января 1945 года. И я знаю, что благодаря таким, как он, враг повержен. И то, что над нашими головами светит мирное небо. Без них, родных и любимых, всем нам тут немного грустно. Но вместе с тем и безумно гордо за подвиги прадедов, дедов, отцов и сыновей. Нет ни одной семьи, которая не коснулась бы самая страшная и протяженная война. Но самое важное, что память о тех временах, историях жизни и подвигах предков передается из поколения в поколение. У нас воевал дедушка Кожигулов Сулайман. Он прошел всю войну. Дослужился до звания капитана. Это брат моего деда. Его зовут Василий Гаврилович. Он призван был на войну не сразу же, потому что он был призван 18 лет. Дошел до города Вены в 1953 году. Мой прадед участвовал в Великой Отечественной войне и получил ранение тяжелое. После ранения он попал в госпиталь. После того, как его вылечили, он решил поблагодарить свою медсестру, которая его вылечила, которую звали Любовь. В честь ее он назвал мою бабушку. Но после этого он вернулся домой. Но мы считаем, что все-таки он нес определенный вклад в эту победу. Ужасные и жесточайшие события больше, чем полувековой давности. И сейчас живы в памяти. Миллионы людей погибали ради нашей мирной и благополучной жизни. Для нас, потомков, фронтовики послужили не только примером для подражания, но и самым главным жизненным уроком. Это прививка, чтобы ни у кого не было желания развязать войну и напоминать об этом. Дай Бог, чтобы люди осознали, пришли к уровню сознания, когда понимали, что не надо и нельзя убивать людей. Ни при каких обстоятельствах. Ни ради чего. Ничего ценнее жизни человеческой нет. Люди должны жить и радоваться жизни. Не для этого рождаются. На самом деле тут намного больше, чем 5000 человек. Ведь за плечами каждого вся та небесная армия, которая, как и 71 год назад, стоит на защите мира и спокойствия. Каждого дома, каждой семьи, каждого города. Тех, за кого они, герои, отдавали жизни. Мы живы, потому что победили они. И они живы, потому что мы их помним. Поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещает. Сапина Дамаскина, Руслан Кубаначбекулу. Новости телевидения Пирамида.